Добрый день, уважаемые жители города Красноярска и все те, кто следят за развитием уголовных дел, которые связаны с Анатолием Петровичем Быковым. Для тех, кто не знает, меня зовут Алексей Прохоров, я один из адвокатов Анатолия Петровича Быкова. В минувшие выходные прошло два месяца с момента, когда был выявлен факт хищения денег со счетов Анатолия Петровича и возбуждено соответствующее уголовное дело. Надо сказать, что два месяца это общий срок расследования согласно уголовно-профессионального закона и сегодня я хотел бы поделиться немножко с теми результатами, которые удалось установить следствию за эти два месяца, о которых я располагаю сведениями. Дело находится в производстве городского следственного управления МВД и до настоящего времени оно расследуется. Итак, когда факт хищения денежных средств был только установлен, очень многие сотрудники правоохранительных органов в беседе со мной утверждали, что ничего здесь сложного нет, что деньги похищены безналичным путем, путем перевода денежных средств на счета, которые насчитали из похитивших эти деньги. Собственно говоря, никакой сложности в расследовании данного дела, в раскрытии данного дела, никакой сложности нет. Фактически все уже установлено и буквально на днях мы будем приглашены в правоохранительные органы, где в принципе нам наглядно продемонстрировать, как, когда, при каких обстоятельствах и в каких суммах перечислялись денежные средства на счета злоумышленников. И чем дальше отдалялось начало октября 2020 года, тем голоса этих правоохранительных органов звучали все тише, тише и в конце концов совсем затихли. Как итог, один из итогов за два месяца расследования уголовного дела, несмотря на декларируемую простоту и отсутствие каких-либо сложностей в раскрытии преступления, преступление не раскрыто. Лица, которые совершили преступление, до настоящего времени не установлены. Это один из итогов. Еще один итог. До настоящего времени ни я, ни мой коллега, занимающийся сопровождением бизнеса Анатолия Петровича, несмотря на заверения со стороны руководства филиала Сбербанка, который обслуживал лицевые счета Анатолия Петровича, с которых похищены деньги, так и не ознакомлены с заключением внутренней проверки. Как я понимаю, не предоставлено это заключение внутренней проверки в материалы уголовного дела. То есть за два месяца расследования, за два месяца с момента предъявления претензий сотрудникам Сбербанка, Сбербанку так и не удалось разобраться, кто из должностных лиц Сбербанка подтверждал правильность и действительность тех денежных операций, о перечислении которых поступали команды соответствующему работнику Сбербанка. Так и не удалось это установить. Видимо, это очень сложно. С одной стороны, это неудивительно, потому что Сбербанк прекрасно понимает, что он несет ответственность за виновные действия своего работника. И если во внутренней проверке будет констатировано нарушение со стороны какого-то работника Сбербанка, естественно, претензий может получить работодатель. Поэтому, по-видимому, готовится заключение внутренней проверки о том, что никто не виноват в том, что так получилось, что есть общеизвестный факт, что Анатолий Петрович Быков в июне-июле 2020 года арестован и находится в СИЗО. Тем не менее, кто-то дает команды на перечисление денег с его лицевых счетов. И сотрудник Сбербанка, такой же житель города Красноярска, учитывая, что филиал Сбербанка находится в Красноярске, наверное, зная о том, что Быков арестован, у него не возникает тени сомнений относительно действительности, достоверности, добросовестности этой команды на списание денег. Он подтверждает эти операции и денежные средства уходят на считание известных лиц. Еще один итог. Сбербанк так и не сказал никакой конкретной, внятной информации о том, как произошло хищение денежных средств с филиалей, которые обслуживают ВИП-клиентов города Красноярска. Ну и, наконец, третий итог. Так никто и не ответил нам на вопрос. Причастны ли к хищению денежных средств сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ведении которых находился сотовый телефон Анатолия Петровича Быкова, в котором имелась установленная система банк-клиент, которая позволяла при включенном телефоне получить доступ к управлению лицевыми счетами, на которых находились похищенные деньги. Собственно говоря, это тоже неудивительно, поскольку нормы уголовно-процессуального закона на сегодня сформулированы таким образом, что Следственный комитет расследует уголовные дела о преступлениях, совершенных сотрудниками МВД, но не обратное. То есть сотрудники МВД не могут расследовать уголовные дела о преступлениях, если к таковым причастны сотрудники Следственного комитета. Я полагаю, что, учитывая, что дело находится в ведении МВД, ответа на этот вопрос мы так и не получим. Ну, если, конечно, оно останется в этом ведомстве. Подводя итог двухмесячного расследования этого уголовного дела, хочется сказать следующее. Как мы видим, нашим правоохранительным органам оказалось не под силу найти реально похищенные деньги и установить лиц, реально совершивших преступления. Эта задача оказалась куда более сложной, чем проехать по местам лишения свободы, найти людей, которые отбывают там наказание, и, возможно, пообещав им какие-то преференции, убедить их в том, что им нужно дать показания, что все, что он сделал, за что он сидит в тюрьме, вообще-то он сделал по указанию Анатолия Петровича Быкова, что мы уже неоднократно наблюдали за эти полгода. Вот эта задача оказалась намного сложнее, чем полить грязью моего подзащитного. Мы целенаправленно наблюдали эти два месяца и активно не вмешивались в ход расследования дела по факту хищения денежных средств, с учетом тех объемов прав, которые имеются у потерпевшего от преступлений. Мы хотели посмотреть, как будет складываться расследование, какие будут в нем тенденции, какие в нем будут начала. Ну и сейчас, в принципе, убедились в своих самых худших ожиданиях. Но поскольку время есть, то, естественно, сейчас, учитывая, что пошел третий месяц расследования, естественно, больше мы бездействовать не будем. Теперь мы начнем активно вмешиваться в ход расследования этого уголовного дела с учетом тех полномочий и прав, которые имеются у потерпевшего от преступления. И будем направлять, опять же, с учетом своих прав и возможностей, ход расследования в ту сторону, в которую считаем нужным. А нужным, мы считаем, направлять ход расследования в целях его объективности, всесторонности и полноты, в целях установления всех лиц, причастных к совершению преступлений. И, наверное, первым шагом будет все-таки попытка изъять уголовное дело из производства МВД и передать его в вышестоящий следственный орган Следственного комитета по отношению к системе Следственного комитета по Красноярскому краю. Поскольку, повторюсь, с учетом сложившейся ситуации, имеется основание полагать, что хищение денег прошло не без ведома сотрудников Следственного комитета. О том, какие подвижки и какие обстоятельства были установлены, будут установлены в ходе расследования этого уголовного дела, я буду периодически сообщать. А пока всем спасибо за внимание. Анатолий Петрович всем передает огромный привет. По-прежнему получает много писем. И ему очень приятно, что его по-прежнему поддерживают. Он старается держаться. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok